Вот у нас окружность с центром в точке О. И возьмем произвольную точку вне этой окружности. Например, вот эту точку. Это будет точка А. И через точку, лежащую вне окружности, я могу провести к этой окружности две касательные прямые. Одна будет проходить вот так, выйдет из точки и коснется окружности, а вторая пойдет примерно вот так. Обозначим точки, в которых эти прямые касаются окружности. Эту точку назовем точкой В. А вот эту точку обозначим С. И теперь я хочу доказать, что отрезок АВ равен отрезку АС. Или другими словами, я хочу доказать, что вот этот отрезок равен вот этому отрезку. Предлагаю вам нажать на паузу и попробовать доказать это самостоятельно. Для доказательства этого утверждения я построю два треугольника. Как мы сейчас увидим, это будут прямоугольные треугольники. Проведу для этого несколько отрезков. Вот один отрезок, затем второй и третий. Что нам известно об этих треугольниках? Я уже сказала, что они прямоугольные. Как я это узнала? Потому что если прямая является касательной, то радиус, проведенный в точку касания, перпендикулярен ей. Вот радиус, вот касательная. Они образуют прямой угол. И здесь тоже радиус, касательная, которые тоже образуют прямой угол. Мы также знаем, что ОБ и ОС – радиусы, значит, по определению их длины равны. То есть вот эта сторона треугольника равна вот этой стороне треугольника, а гипотенузы обоих треугольников совпадают с отрезком ОА. Итак, треугольник АБО и треугольник АСО – оба прямоугольные, у них две пары равных сторон. В частности, у них равны гипотенузы и один из катетов. Признак равенства по гипотенузе и катету гласит, если у двух прямоугольных треугольников равны гипотенузы и один из катетов, то такие треугольники равны. А это означает, что треугольник АБО равен треугольнику АСО. А используя теорему Пифагора, зная две стороны прямоугольного треугольника, можно вывести третью. То есть отрезок АБ будет равен отрезку АС. Повторюсь, это следует из того, что у нас два прямоугольных треугольника. Если две стороны одного из них соответственно равны двум сторонам другого, значит, и третьи стороны у них тоже будут равны. Вот и все. Мы доказали, что отрезок АБ равняется отрезку АС. То есть, если взять точку вне окружности, провести через нее к окружности две касательные, то отрезки от этой точки до точки касания будут равны. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них постараемся ответить. Спасибо. 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 Спасибо.